Утро в армии начинается ровно в 6, не на минуту позже. 45 секунд на то, чтобы одеться, и ты должен быть готов к службе. Рота, подъем! На улице темно, весь город еще спит, а защитники Отечества уже несут свою службу. Без утренней зарядки в армии не обойтись. По команде все направляются на плац. Все упражнения выполняются на бегу. Зарядка длится по времени примерно полчаса. Прошло только 5 минут, если честно. Это тяжело. Полчаса пролетели незаметно. Если в самом начале армейская зарядка оказалась непреодолимой, то в самом конце заряжаешься бодростью. И усталости как не бывало. Человеку, у которого нет физической подготовки, ему сложно в армии? Именно для этого человек приходит в армию для того, чтобы развить себе самые лучшие качества своего тела. Для того, чтобы он стал выносливее, стал неприхотливее к различным моральным преградам. Он становится намного сильнее. Было ли тяжело влиться в этот график? Да, было немного тяжело. Непривычно с утра вставать и быстро одеваться. Это вообще для нас было непривычно. И пару дней мы привыкли к этому и начали уже вливаться потихоньку в этот. Если он ему нравится, ты втягиваешься со временем. И с каждым разом тебе все легче и легче. После зарядки нужно успеть заправить постель и привести себя в порядок и приготовиться к утреннему осмотру. Ребята, скажите, пожалуйста, как называются эти деревянные приспособления и как ими правильно работать? Это называется плашки. Они служат для отбивки кровати, чтобы контур был ровный. Ну, это для красоты, чтобы был виль. Можно попробовать? Пожалуйста. Служба службой, а завтрак, обед и ужин строго по расписанию. Песни перед завтраком – это уже традиция. Есть ни дяди, ни крови, ни жизни. Мы клянемся Родине служить. Слава и покрывать свою отчизну, как зеницу око дорожить. За нашу часть, за наши знамяк. Без нацами были удивлены, что бойцы умеют так вкусно готовить. Здесь целая команда шеф-поваров. Моя служба кардинально отличается от службы солдат в роте, так как мы, получается, заступаем в наряд поварами по столовой, заступаем рано, очень рано встаем, чтобы приготовить солдатам завтрак. Всех солдат, допустим, идут занятия, у меня занятия идут с поварешками. У нас завтрак, но вы уже готовите обед. Да, есть такое. Это будет у нас суп на обед. Чуть позже мы в него заложим мясо, чтобы был больше навар. И оно будет у нас томиться, поэтому мы поставили так рано к кастрюле, чтобы был хороший навар в супе. На завтрак 15 минут, и утренняя строевая подготовка уже ждет бойцов. Зачем она нужна бойцу? Оказывается, это очень важно. Агаев! Я! Ко мне! Есть! Организованность, дисциплина, ловкость, выносливость, умение быстро и четко выполнять строевые приемы. В общем, плюсов строевой подготовки очень много. Утренний развод – это начало рабочего дня в конвойном батальоне. Командир части проверяет готовность, после чего все приступают к выполнению воинских обязанностей. И у каждого они свои. Это машина конвоя. Кто-то из солдат конвоирует заключенных на суды. Кто-то в это время заступил в караул, и на протяжении нескольких часов ему придется стоять на вышке. Служба сложная и опасная, поэтому каждый обязан владеть оружием. За сколько секунд солдат должен разбирать, собирать это оружие? На проверке стандартная разборка АК-74, неполная. Разбирается за 14 секунд – это на оценку 5. За 16 секунд – на оценку 4. И за 19 секунд – на оценку 3. К неполной разборке АК-74 приступить. 7 секунд, так что у тебя оценка 5. Поздравляю. Спасибо. Охранять места заключения солдатам помогают собаки. В питомнике живут псы, которые нуждаются в постоянном уходе и тренировках. Поэтому справиться с такой работой может не каждый. Но даже среди солдат срочной службы есть смельчаки. Накормить всех четвероногих жителей питомника – немалый труд. Это около 30 собак нужно пройти по периметру и покормить их всех. Поэтому у меня как бы своя зарядка. Там обойти тоже не маленькую площадь нужно. Воинская часть часто принимает участие в спортивных соревнованиях. Несколько лет подряд солдаты занимают только первые места в игре по волейболу среди всех воинских частей. Ну, я скажу, тут не сильно сложно с физической нагрузкой. Тут даже, видите, по моей форме, я не сильно такой физический развитый. Все равно я как бы не в последних местах, даже выше середины. Тебе не дадут самую такую сильную нагрузку, которую дают там, не знаю, краповикам и все такое. Тут по твоей физической подготовке смотрят, и ты уже занимаешься по этому. Тут специальный курс для каждого бойца идет. Занятия по рукопашному бою обязательны для всех. В случае массовых беспорядков и побегов заключенных солдат должен уметь отобрать оружие и обезвредить противника. При массовых беспорядках в колонии, приходе в зону, оружие применять нельзя, поэтому занятия по рукопашному бою у нас на особом уровне. Виталий, покажи, пожалуйста, прием, который может использовать даже хрупкая девушка. Бывают такие, да? Конечно, бывают. Например, вас захватывает противник за одежду, крепко держит. Что вы будете делать в этом случае? Вы попытаетесь его обезвредить, ударив рукой в горло. Дальше плавно переводите рукой от горла на локоть, предплечьем давите на локоть противника. Так, делайте шаг назад, чтобы он потерял равновесие, он падает, вы не упадете. Занятия по тактико-специальной подготовке проводят строго два раза в неделю. Уметь владеть щитом, правильно атаковать и защититься. Тут не только сила нужна, но и техника. Как проходит вечер в армии? Чем вы занимаетесь? Наводим красоту, форму одежды. Начищаем бляхи, чтобы они блестели. Кто уже подготовился к завтрашнему дню, может заняться своим личным делом, хобби. Там, игра на гитаре и также книги. Каким должен быть Приднестровский защитник Отечества? Мужественным, сильным, любить свою родину, защищать своих родителей, родных и близких. Потому что армия делает только из подростка мужчин. Вечером на нас находит грусть порой, порой. Сердце ноет сердце, бросится домой, домой.